здравствуйте с вами Алла Дворецкова это передача о мелочах из жизни в старину девушки лили горькие слезы когда выходили замуж а сейчас все по-другому мы искренне рады этому событию тема нашего выпуска как изменились свадебные тренды и организация торжеств а в этом мне помогут марина пшеничного стилист а также марат аряпов управляющий партнер ивент агентства министерства и топ-5 ведущих по волге по версии свадебной премии wedding awards марат 1 вопрос мне будет к вам но прежде я хочу вспомнить наверное мы все сейчас таком возрасте и помним какими свадьбы были лет так 30 назад когда оформляли все сами ленточки на машину разрисованные плакаты торжество было в зале если это лето то обязательно второй день где-то на шашлыках в общем то расскажите марят марят насколько изменили свадьбы сейчас и за что отвечает организатор а вы начали говорить ему так что сколько же нам лет мы не такие старые не подумайте да но мы помним те времена у меня давайте по свою свадьбу расскажу 2005 год семейный совет мы собрались все отлично будет свадьба так сразу мама говорит я знаю столовую классные мы там будем там жарит курочку просто идеально эти ножички вкуснятина 2000 год все вспоминают фотограф меня будет сестра потому что ей нормальный фотик не мыльница вот это какой-то большой она купила наверно круто будут фотографии видеооператор какой-то знакомый сначала мы предлагали что это будет учителю боже у которого есть камера но нет мы все-таки решили обратиться профессионалу вот неплохо стать получилось и вот действительно мы сами вырезали вот эти ленточки мы придумывали выкуп совместно программу нас делали так мы играли в квн там студенческие годы ребята сами к венщики делали программу какие-то были студенческие номера это утро невесты где 100 человек приходит сначала к жениху потом эти 100 человек идут к невесте домой делается выкуп и потом 200 человек едут это было так это тоже было весело тоже было классно но меняется время меняется тренды все таки мы век высоких инфрационных технологий живем мы можем посмотреть где-то там за рубежом какие-то тренды мы смотрим как в рите других регионах развиваются и свадьбы действительно сейчас стали индивидуально если раньше мы смотрели и как будто вроде только менять жениха и невесты все одинаково да было а сейчас каждая пара хочет индивидуальную свадьбу каждая пара хочет индивидуальный подход персонализация каким-то деталям она хочет быть особенной в этот день это естественно правда мир не стоит на месте во вторых свадьбы сейчас очень такой сложный процесс потому что сейчас свадебная индустрия это все-таки такой рынок услуг где очень много специалистов именно профессионалов это не бывшие не учителя которые подрабатывают и ведут свадьбу или там кто-то просто умеет снимать любитель это действительно рынок где ребята занимаются развивается в этой сфере проходят обучение есть спрос предложения и вот в этот в этот в этом надо всем разобраться в третьих свадьбу сейчас молодые готовят сами они родители не подпускают который подвигает на ужин каравай мы это помним вот такого сейчас все-таки большинство молодые сами готовят индивидуальную свадьбу и в этом нужно разобраться можно запутаться во всех услугах и вот тут прибегает все больше и больше к услугам организатора вообще этом практика там европейская уже давно это 70-х годов уже и эта практика к нам она только начинает приходить и до ульяновского тоже дошла очень много пар сейчас понимаю что они хотят и сэкономить тебе время нервы нервы и деньги в том числе организатор это плохо понятие неправильно что организатор в ходе хочет заработать он также экономит деньги и вот огромные обязанности сейчас есть организатора вплоть до составления бюджета разработка концепции поиск правильных подрядчиков меню стили стилистика мероприятия плюс образ невесты образ жениха торт в расчет алкоголя на человека ну то есть это огромное количество и организатор ну пол полгода год занимается именно подготовка к одному проекту то есть настолько это освобождает молодоженов от конечно это проблем да 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 но большинство случаев часто бывает есть такие случаи когда я хочу сама я хочу сама организовывать я хочу пройти этот путь и мне будет невеста подружки помогать управлять им прическу но я в основном вижу на свадьбе что подружка невеста бегать просто просто чтобы мы за то чтобы в этот день молодые просто кайфовали отдыхали праздник да и никого не напрягали гостей в том числе здорово спасибо большое марина расскажите нам про актуальные платья для невест хотела рассказать тоже немножко про свою свадьбу у меня было в 2012 году свадьба и я уже застала вот эти новые тренды у меня было очень минималистичное платье многослойное сейчас этот тренд тоже в моде и у меня была сестра помощник фотографа который выполняла роль организатора свадьбы то есть она взяла на себя весь декор стилистику оформление зала торт в общем все приглашения и это очень облегчило жизнь вот вы знаете когда не нужно бегать с папкой с планшетом и искать кто в какую машину должен сесть а за тебя это сделает другой человек это в общем большое преимущество и это было уже 2012 году большое спасибо моей сестре за эту помощь а теперь про тренды в свадебных платьях да сейчас вообще мода на одежду и на свадьбной платье в том числе она никогда не оторван от жизни это всегда вместе с жизнью она идет в контексте с каким-то современным реалиями сможет даже с экономической или политической обстановкой и сейчас женщины хотят получать удовольствие на свадьбе и невесты и подружки невесты и даже родители они все хотят чувствовать себя свободно комфортно а что для этого нужно чтобы платье было удобным чтобы она позволяла двигаться чтобы вы и в загсе чувствовали себя классно чтобы вы и на банкете тоже могли потанцевать и на прогулке вам было комфортно и удобно поэтому сейчас невесты выбирают первое практичные платья второе очень красивые и тут уже нам приходят на помощь тренды это минимализм это знаете такая тихая рожка роскошь спокойная и я хотел бы показать несколько платьев которые сейчас действительно очень актуальны и сначала хочу вам продемонстрировать длину мини это у нас для молодых девушек для совсем юных невест которые хотят чувствовать динамику которые хотят много двигаться на свадьбе чтобы их ничего не ограничивало при этом она украшена очень красивым таким большим объемным бандом и это один из трендов этого сезона украшать бантами я думаю что еще скажут про декор да именно зала но банты сейчас используется не только на платьях это может быть и на фате и даже на обуви вот посмотрите банты объемные это может быть и на платье и в украшениях банты тоже применяются а также может быть украшено и бокалы и там зал стулья стол в общем бант это такой знаете непременный атрибут свадьба этого лета для юных невест которые хотят быть динамичными еще один вариант очень элегантный знаете такое платье длины макси с большим разрезом сзади и красивым топом этот топ это объемные цветы второй тренд этого сезона объемные цветы когда у нас не просто плоский цветок а именно объемный чем хороший этот вариант тем что это юбка и топ и юбку впоследствии можно будет надеть на какие-то другие мероприятия важные интересные красивые с менее таким нарядным верхом с более простым лаконичным и вы сможете носить эту юбку еще и другие мероприятия и покажу еще один вариант с объемными цветами посмотрите как красиво здесь тоже большой разрез объемные цветы на не спадающих рукавах это очень красиво стильно и актуально я думаю что многие невесты выберут в этом сезоне именно такие объемные цветы хотела бы также показать что для практичных женщин можно использовать и другие варианты например можно взять брючный костюм который очень красиво скроет например какие-то недостатки фигуры за счет того что на брюках стрелки которые вытягивают ноги удлиняют пиджак очень хорош тем что сможет скрыть какие-то нюансы в области талии и этот костюм вы сможете надевать не только на свадьбу но и на другие мероприятия более того и может можно даже на работу летом носить можно носить как целиком костюмом можно отдельно брюки с разными верхами можно пиджак даже с джинсами носить то есть это такой вариант когда вы делаете вложение в свой гардероб при этом вы и на свадьбе прекрасно выглядите дополнив образ специальным красивыми свадебными аксуарами да и в то же время это ваш повседневная одежда которая послужит вам ни один вообще сезон не только это лето вообще на долгие годы хочу показать также еще один очень актуальный тренд это юбка баллон которая сейчас тоже на пике популярности эту юбку можно надеть как к свадебному образу а также ну например вот корсетом а также можно носить ее летом хоть с футболками хоть с какими-то худи спортивными в общем это действительно тоже вложение ваш гардероб потому что послужит вам не только на свадьбу но и все лето покажу вам еще очень красивый жакет кардиган который можно накинуть сверху если прохладная погода он в стиле тихая роскошь чем так он удобен тем что его также можно носить и в повседневной жизни даже с джинсами даже со спортивной обувью и и тихая роскошь это сейчас самый популярный тренд я думаю многие невесты воспользуются этим трендом тоже вот здорово как красиво рассказали хочется прямо спасибо очень интересно марат скажите какие свадьбы чаще устраивают пышные или камерные но я наверное перед тем как расскажу свадьб бывает разные и пышные в том числе но сейчас акцент идет все-таки на кино камерные небольшие свадьбы где больше самые близкие самые родные я просто пока про минимализм мы говорили да и в образе мне тоже это хочется подчеркнуть действительно хочется видеть на мероприятие вот невест который именно танцует и наслаждаются этим вечером часто бывает когда вот это пышное платье и они немножко себя ограничивают и мы всегда там с ним советую поменять просто образ какой-то момент этом половина свадьба официальная часть и вот эти варианты вообще прям супер класс вот по поводу вариантов свадеб да вот камерных становится больше мероприятия в том году даже помню у меня было два мероприятия было на 6 человек это были молодые родители и на 8 человек естественно такая особая атмосфера камерных свадеб когда такой минимальный декор на берегу волги домик веранда где-то говоришь о семье вспоминаешь какие ценности семейные очень классное впечатление классные выездная церемония вот но вот в среднем бывает свадьбы все-таки 50 60 человек гостей сейчас уже не зовут дальнюю родственница из ладивостока которую ты видел один раз или может 10 60 это уже пышный 50 60 нет это такая средняя свадьба но бы камера все-таки до 20 человек 50 60 и но остаются традиции конечно и по 100 свадьбы по 100 человек нас особенно традиционные где допустим кавказские национальные люди до кавказцы у них нет семейные традиции да там допустим татар очень большие свадьбы происходит и на 100 на 200 человек но вот большинство случаев это 50 60 человек небольшие свадьбы формат сейчас мы уходим от формата вот этого утреннего сбора невест когда все гости приезжают начинает суета все-таки хочет создать такую комфортную комфортную атмосферу и для гостей комфортную и для ребят потому что действительно тяжелый такой прям труд с утра да вот этот весь день он проходит и хочется к вечеру выглядеть нормально с позитивным настроением поэтому часто прибегает к тому что допустим утро невесты какую-то love story фотосессии делают вообще за два за три дня за неделю интересные локации уезжает в казань москва питер берут фотографа и это очень утро невесты тоже от снимут вместе и платье свадебные полностью наряды для того чтобы в этот день разгрузить немножко молодых сейчас уходит тренд от регистрации ну под большой в загсе именно до юридически они оформляют и сейчас есть тренды вот уже несколько лет когда вы и знает церемония когда гости гостей мы приглашаем к выездной церемонии вот за час за два до мероприятия работает золом зона в элкам фуршет когда люди могут познакомиться расслабиться церемония которые могут провести выездную и загс и кто-то из ведущих или есть профессиональные люди которые ведут церемонии которые пропишут индивидуальную историю очень интересная потому что такой очень трогательный момент церемонии и дальше уже вот банкет на идет часть вот то есть все таки вот если говорить то что количество гостей снижается то есть все хотят видеть таких за вас ближенных приближенных чтобы ты и комфортно себя чувствовал в этот день да и наслаждался этим вечером бюджета чем мы поговорим куда бюджет мы тоже экономит и никого не обязывал да поэтому вот тренд на такие свадьбы и в декоре тоже преследуется минимализм сейчас определенной да и флористика продолжает и также используется используется то есть вот это вот примерно так вот если коротко ответить потому что можно очень много спасибо большое марина расскажите нам тоже коротко про свадебные прически какие тренды да в свадебных прическах у нас тоже продолжается минимализм и комфорт то есть нет знаете таких объемных многоэтажных причесок с обилием лака все на то чтобы было естественно у начался как же начес без начался точно без начеса знаете такие легкие небрежные локоны как будто бы сами собой вот стали вы такая красивая естественно не конечно делаются профессионалом такую небрежность создать наверное даже сложнее чем такие гладкие прически где волосок к волоску но тем не менее многие невесты спрашивают а зачем же мне тогда идти к варикмахеру да за к стилиста по волосам дело в том что ваша прическа должна продержаться до вечера и легкая небрежность красиво созданная профессионалом она продержится до вечера и вот эти локоны небрежные легкие воздушные которые будут развиваться на ветру можно присобрать какой-то заколочка небольшой можно заколоть сбоку можно на косой пробор на прямой пробор интересно добавлять туда жемчуг вплетать жемчужные нити может быть немножко страз но не россыпи огромные то есть минимализм прически тоже поддерживается и она должна быть комфортной должна быть приятной не так что руку не просто не шатла когда все должно быть естественно и этот тренд очень классный живой настоящий потому что мы уходим от этого знаете когда на свадьбе мы только и целый день делаем контент делаем контент нет мы не делаем контент мы живем и сейчас тренд свадьбы 24 года именно в том чтобы проживать этот момент вообще наслаждаться им ну были какие-то там политические ситуации когда люди откладывали свадьбу и теперь не откладывать на потом а жить здесь и сейчас и наслаждаться что насчет фаты фата тоже есть и фото актуально когда у нас минималистичное платье мы можем добавлять фату и обувь и например аксессуары уже более нарядные для того чтобы создать вот этот баланс потому что если у нас будет минималистичное платье все остальное тоже без декора будет слишком просто это будет уже не свадьба просто так знаете повседневно чтобы именно подчеркнуть невинность чтобы подчеркнуть вот это вот легкость до женственность фата тоже приветствуется причем фата может быть небольшой потому что вот этот длинный шлейф когда несут там все подружки невеста еще и муж помогает да это уже не актуально вам должно быть в ней комфортно в середине вечера ее можно снять отколоть и уже наслаждаться танцевать уже без каких-то там обременений поэтому сюда да вот такие бренды в прическе марат я хочу задать главный вопрос дня какой бюджет готовить на свадьбу как не хочется но вообще так как чтобы создать проекцию таки индивидуальный да я сейчас не хочу никого пугать я перед перед эфиром все-таки позвонила многим организаторам вообще средний чек узнать свадеб вот во первых чтобы никто не пугался есть свадьба который можно сделать и за 300 тысяч рублей да там кто-то 40 50 гостей за 300 вполне реально это один день это один день да но ребята выезжает загс у них нет какого-то утреневесты арендованное допустим платье ограничивать только фотографом может быть не на полный день вот у них нет дорогое заведение вот ну ведущие достаточно там нормальный но вот я спросил в 300 в 400 можно уложить хорошей свадьбе и в целом нормальная свадьба то есть но вот такой запрос у молодых да то есть может быть ничего там сверх естественно не будет но они будут тоже кайфовать от этого вечера там тоже такие будут современная программа будет все будет нормально но средний чек на свадьбу вот сейчас если посмотреть это ну идет от миллиона то есть но никак она не все-таки рынок у нас меняется до инфляции экономические все условия и допустим декор увеличился в цене только чисто вот комплектующие составляющие но вот то же самое везде и ткани и пошив костюмов и так далее вот поэтому в среднем от вот ну второй сегмент это от миллиона где-то до двух идет до миллионов потому что ну дальше идет от насыщение программы то есть нужно ли кавер-группа нужны ли там артисты приглашенные какая кавер-группа на если наши чуть-чуть подешевле в ульянске надо безграничную для дальше безграничную и дальше идет о трех трех миллионов есть такие свадьбы не так и больше там декор уже совершенно другой в общем на любой вкус можно не переживать и да можно не переживать но вот я опять веду все-таки вопрос к организатору опять почему организатор он помогает изначально когда-то встречается с молодыми да он обозначает ему молодые говорят вот нас такой бюджет надо не стесняться мы хотим уместиться не надо говорить мы там 23 ну вот вы есть вас 500 скажите есть у нас до миллиона да и дальше организатор сам все сделает для того чтобы не не качество никак не повлияло на качество было хорошее мероприятие вот поэтому пусть люди не пугаются что даму-то примут очень дорогое событие но это очень хорошо нужно потратиться марина скажите какой макияж в тренде свадьбы до макияж вы знаете если в двух словах то мы отдыхаем от барби коры то есть в предыдущем вот сезоне когда у нас фильм барби вышел очень много было яркого макияжа и много ярко розового цвета было сейчас у нас более классический спокойный макияж когда у нас акцент на глаза но при этом не смоки айса так все деликатно нежные бежевые светло розовые оттенки может быть легкая небольшая стрелка на глазах при этом спокойные губы для самых необычных смелых невест можно подобрать яркие губы например ягодные или вишневые губы сейчас кстати тренд на бордовый цвет такой знаете винный но не каждая невеста на это осмелится это такой очень смелый цвет причем если зимой у нас был такой ярко алый в моде сейчас бордовый он более интеллектуальный более спокойные более сдержанные более дорогой и невесты тоже могут этим воспользоваться более того этот цвет например хорош для невест чуть постарше которые хотят показать что они статусные женщины уже и они могут ли это позволить да вот для молодых девушек юных невест нежно-розовые бежевые оттенки при этом основной тренд чтобы тоже не было тонны и тонального крема то тонны макияжа чтобы это не смотрелось как знаете на липше штукатуре естественный макияж до естественный макияж подчеркнуть естественную красоту девушки и сделать так чтобы ей не приходилось в течение дня там что-то поправлять и чувствовать что вот действительно на ней вот этот корко слой что нельзя прикоснуться нельзя дышать улыбаться сложно там пойдут трещинки спасибо большое марат скажите какие советы молодоженам вы дадите для осуществления свадьбы своей мечты ну во первых для ребят все таки я считаю свадьба это такое уникальное событие вообще метка есть фраза 5 вы что свадьбы тот момент когда мы снова себя чувствуем счастливыми это близкие родные собираются рядом тебя поздравляет ты главный виновник этого торжества тебя все взоры все внимание и это событие но зачастую все-таки мы же говорим что это одно из самых важных событий в жизни там мы когда мы выходим замуж или там женимся мы всегда плане что один раз и на всю жизнь не хочет чтобы это было комфортно кто-то говорит вот мы хотим уехать на море и там расписаться но требует душа родственники требует поэтому хочет чтобы было комфортно и гостям и вам было в этот день комфортно поэтому но организаторы мы говорили большие плюсы будут если вдруг вы сами решили организовывать свадьбу и многие хотят пройти просто этот путь как говорится этот нерваков немножко и потом 50 депрессанты бывает и такое у меня с невестами вот надо просто на надо просто посмотреть здесь правильно подобрать подрядчиков хотя проконсультироваться с организаторами они бесплатно это делают подобрать правильных подрядчиков на что не были ситуации когда никак не понятно каких люди ушли за дешевизной и просто декор не приехал на свадьбу представляете ситуации нет декора ну вот и все пришлось менять поэтому просто наслаждаться этим вечером кайфовать если что взять хотя бы если бюджет не позволяет взять координатора на этот день там который полностью прокординирует с утра и до вечера встретите гостей чтобы просто отдыхали расслаблялись ребят кайфуйте от этого вечера вот я хочу наверное это самое главное насладитесь не отсиживайтесь танцуйте веселитесь будьте с гостями чтоб утром вспомнить этот день прям он был классный вашей жизни спасибо большое марина коротко расскажите про подбор аксессуаров и и букет невесты обратите пожалуйста внимание что мы с алой сегодня в жемчуге и это неспроста потому что жемчуг сейчас снова на пике популярности и это не тонкая нить вокруг фото шеи да не тонкий чокер один это многослойность это несколько рядов бусины могут быть разного размера и в свадебной моде это тоже приветствуется вот посмотрите пожалуйста у меня тоже много жемчуга это несколько чокеров да посмотрите пожалуйста это чокер да еще и с бантиком вот здесь вот эти украшения чем хороши тем что можно надеть на свадьбу а можно потом последствия носить повседневной жизни эту розочку тоже можно использовать как чокер сейчас классно будет ее приколоть потом например к пиджаку даже к футболке куда-то сердца еще один тренд этого сезона украшения в виде сердечек на свадьбе это очень актуально все эти украшения можно носить потом и в повседневной жизни а посмотрите еще на эти объемные розы из цветов классно будет если подружки невесты например приколят все похожие цветы в одном оттенке или может быть одного размера и сразу вы будете все вместе выделяться эти цветы также можно будет потом носить в повседневной жизни это очень стильно и сейчас поскольку минимализм во всем то особое внимание мы уделяем деталям посмотрите как все красиво интересно много разных камней все это сочетается даже на обуви тоже те же объемные цветы и жемчуг и и эти детали приковывают взгляд то есть если платье может быть лаконичным то детали очень интересные и букеты посмотрите букеты сейчас монохромные очень актуальны тоже может быть каскадные как здесь когда у нас и разные цветы собраны но при этом они все в одном цвете либо в похожих оттенках одного цвета форме круглые или вот так а вот по форме да могут быть разные да кому удобнее овальный кому круглый кто-то хочет каскадный тут уже девушка выбирается каким букетом ей будет удобнее но самый главный принцип это знаете вот эта живая не идеальность когда мы живые настоящие и мы на наслаждаемся и в том числе когда мы несем этот букет он должен быть для нас удобным и комфортным вот такие трендовый аксессуар которые тоже можно носить потом в повседневной жизни и жемчуг неспроста вернулся в моду потому что жемчуг это лиц варе олицетворение женственности роскоши и сейчас невесты могут себе позволить носить и жемчуг и не только в виде украшения но и вплетать волосы спасибо очень интересно я надеюсь что теперь наши зрители знают как подготовиться к свадьбе а если ваши свадьбы еще не скоро вы уже будете знать что свадьбы это такое торжество на котором нужно просто расслабиться выдохнуть и просто почувствовать этот счастливый день на себе а мы с вами увидимся в следующей передаче пока-пока и до новых встреч субтитры дозавал DimaTorzok субтитры дозавал DimaTorzok субтитры дозавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»